МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Девушка имела в виду благотворительный сбор, а про дефицит витаминов и таблеток написала, чтобы привлечь к нему внимание аудитории. Ну, чтобы собрать побольше средств детям, там, на игрушки, на памперсы, на лекарства, что-то вот. Просто как бы сделать благотворительность и отвезти деткам. Далее мы отправились в детское специализированное учреждение. Дом малютки работает с 1980 года. Этот центр создан для малышей с проблемами здоровья. В нём живут и дети, попавшие в трудной семейной ситуации, сироты и отказники. Также есть и временные воспитанники, родители которых решают жилищные и материальные проблемы, доверив детей на попечение персоналу. Вопрос о лекарственном обеспечении мы задали главному врачу Ирине Смоленской. Она проводила нас на склад. В помещении мы увидели шкафы с аккуратно сложенными препаратами. На нижней полочке препараты, которые направлены на улучшение работы желудочно-кишечного тракта, это ферменты, снижающие колику препараты, препараты, которые улучшают микрофлору кишечника. Следующая полочка, это в основном препараты, которые направлены на лечение заболеваний органов дыхания. Также в наличии оказались антигистаминные препараты и наотропы для улучшения мозговой деятельности. Верхние полки заполнены пачками пелёнок и подгузников. Ирина Михайловна призналась, дом ребёнка нужды не испытывает. Мы учреждение казённое, поэтому основное наше финансирование осуществляется за счёт средств областного бюджета. По медикаментам у нас, по 2018 году, мы израсходовали 156 тысяч на медикаменты и около 100 тысяч на изделий медицинского назначения. Ну, это шприцы, бинты, вата. На данный момент, за 2019 год, выделены лимиты 310 тысяч нам. В этом году на зарплаты, питание, ремонт и коммунальные платежи выделено почти 59 миллионов рублей. Кроме правительства, домом малютки занимаются и местные меценаты. Разумеется, никто не заставляет гасить в себе благородные порывы к помощи малышам. По словам главного врача, в группах очень быстро расходуются альбомы для рисования, цветная бумага и раскраски. Виктория Черкова, Данил Сурков, Новости Уллправды ТВ.